Ну что ж, коллеги, закончилась наша вступительная часть, и пришло время заняться нашими библиографическими делами. И на очереди у нас заголовок библиографической записи. Полезности для небиблиографов. Сразу скажу, как всегда, по традиции, у нас цикл для небиблиографов, поэтому какие-то глубокие вещи, тонкие нюансы, настройки мы трогать не будем. Для нас важно, ну, может быть, краешком что-то и затронем, но в основном это будут те вопросы, с которыми чаще всего нам приходится сталкиваться, не будучи профессиональными каталогизаторами, библиографами, библиотекарами, оформляя списки источников, либо встречают те или иные заголовки, те или иные варианты оформления библиографического описания, библиографической записи, которые мы в свой список несем, копируем, откуда-то берем. И для того, чтобы суметь в них разобраться, понять и адаптировать под те требования, которыми мы руководствуемся, составляя списки к своим письменным работам. Еще раз, коллеги, напоминаю, самое главное – это те методические рекомендации, которые у нас есть. То есть в первую очередь мы отталкиваемся от них, и в первую очередь мы смотрим их, а потом уже все остальные ГОСТы, правила и все, что у нас есть, все наше нормативное богатство. Но во главе угла все равно стоят те требования, которые написаны именно для наших письменных работ. Поэтому вот в первую очередь туда. И сегодня у нас одна из главных составляющих библиографической записи ждет своего часа – это заголовок. Про заголовок мы в основном не говорили, все остальные области, элементы мы за два месяца октября-ноября с вами уже достаточно подробно разобрали. А вот заголовком, который у нас немножко был обделен вниманием, поэтому восстановим справедливость. Четыре вопроса. Вопросы небольшие, только третьи. Немножко мы тут остановимся на нюансах, потому что чаще всего именно с этим видом заголовка мы и сталкиваемся, который содержит имя, лица, или его называют еще авторский заголовок. Все остальные три вопроса, они в принципе небольшие. Но немножко восстановим справедливость и про заголовок чуть-чуть из истории, откуда он вообще у нас взялся, появился, и почему он настолько важен, нужен. И там действительно неоднозначная ситуация с трактовкой заголовок относится к библиографическому описанию или к библиографической записи является ли он элементом того или иного. Вообще идея использовать имя автора как один из важных идентифицирующих признаков, позволяющих осуществлять поиск и наводить некий порядок в наших книжных богатствах. И вот при описании книг идея использовать имя автора как такой признак появилась еще во времена древней античности. Действительно, это помогало собирать произведения с разными заглавиями, но созданные одним автором, ну и разделять произведения с одинаковыми или похожими названиями, но разных авторов, то есть наводить вот такое вот упорядочение, ну и, соответственно, более быстрый поиск, более качественное обслуживание читателей, если говоря современным языком. В античности были заложены такие основы. Затем, естественно, у нас был период мрачного средневековья, который эту традицию на некоторое время прервал до тех пор, пока в монастырях не озадачились созданием списков книг монастырских библиотек. Ну да, это в основном они существовали в виде таких описей, проводилась опись вообще всего имущества библиотеки, вот книги тоже попадали туда отдельной частью или включались в общие такие списки. И, ну да, это действительно было не только нематериальное, но и материальное богатство, потому что красиво оформлялись, все это было очень дорого, стоило больших денег. И с одной стороны эти списки литературы, это были такие прообразы, с одной стороны каталогов, с другой стороны библиографических списков литературы и даже указателей библиографических, потому что, ну, единой формы, естественно, не было. Но, тем не менее. И вот одна из таких ранних описей, запись на заднем форзаце книги о Троице, по-моему, рукописная книга Блаженного Августина, относится аж к VIII веку. Там было около 40 заглавий, которым добавляли имена авторов. Когда у нас опять появился заголовок. Но, однако, там никакого упорядочения не было, вот эта идея по алфавиту, хронологии пока еще не было, просто добавляли имя. А что у нас? У нас в конце XVII века появляется труд, который приписывается хранителю Московского печатного двора Сильвестру Медведеву. Назывался он «Оглавление книг и кто их сложил». И вот там уже около двух тысяч записей названий русских книг, религиозного и светского содержания. Там были и оригинальные, и переводные книги, и рукописные, и печатные. И вот это библиографическое описание оглавления книг содержит довольно подробные сведения об авторах и переводчиках, или переводчиков. Если это переводная литература, но у нее не было автора. Ну, вот так вот она выглядит. Вот это описание. И вот само оглавление книг есть в НЭК. Можно полистать, посмотреть онлайн. Ну, предупреждаю, это издание Ундольского 1846 года. Конечно, не самый тот вот первый образец 17 века, но, тем не менее, очень интересно посмотреть, а как же составлялись тогда. И, в принципе, это еще интересно для нас с той точки зрения, что эта книга становится родоначальником, ну, считается, по крайней мере, таким родоначальником библиографической росписи документов с раскрытием их содержания, да, реферирования, аннотирования. И, кроме того, вот здесь как раз попытка использования авторского заголовка впервые в русской библиографии вот так серьезно была предпринята. К сожалению, она не везде выдерживается, но, тем не менее, старается. Автор постарался это сделать. Ссылку я вам даю, можете прямо ссылочкой воспользоваться, откройте, почитайте, она прямо даже, я зашла без регистрации, открыла, и для онлайн-чтения оцифрованной версии, вот она в таком виде там выложена. Очень интересно посмотреть именно как пример, да. То есть история нашего русского заголовка, она авторского заголовка, использование, она достаточно древняя. Это не придумка последних лет. И, соответственно, вопрос, является ли заголовок, это немножко так, про историю, но является ли наш заголовок частью библиографического описания или библиографической записи. Ну вот, если мы обратимся к самому определению понятия данному в ГОСТ, а у нас есть ГОСТ, название я вам тоже написала на слайде, ГОСТ 7-80-2000, введен в действие в 1 июля 2001 года, он так и называется, библиографическая запись, заголовок библиографической записи, общие правила, требования, оформления, все как положено, и он касается только заголовков библиографической записи. То есть если в остальных ГОСТах мы только краешком касались этой темы и видели, что там практически про заголовок ничего не говорилось, давались отсылки именно на этот ГОСТ. И мы видим, что здесь уже, да, библиографическую запись, заголовок называют элементом библиографической записи, который расположен перед библиографическим описанием. Не всегда было так. Иногда мы еще по инерции продолжаем так говорить и сталкиваемся с этими представлениями, что заголовок является частью библиографического описания. Ну да, так было, например, у нас до принятия вот этого ГОСТа правила каталогизации, по-моему, конца 40-х, 49-й или 50-й год. Вот там заголовок шел как первая область, да, первый элемент библиографического описания. Но во всем мире тенденция была совершенно другая. И для того, чтобы соответствовать вот этим международным стандартам библиографических записей и каталогизации, приняли все-таки решение как-то это стандартизировать и прийти к общему решению. И вот в 2000 году было принято решение о вступлении в действие с 2001 года, с июля, ГОСТа, которым мы сейчас и пользуемся. Библиографическая запись, заголовок, общие требования, правила составления. Вот о нем мы сегодня тоже поговорим. И это был впервые такой разработанный самостоятельный документ, который регламентирует именно использование заголовка. Все нюансы есть в этом ГОСТе. И заголовок формируется по своим собственным правилам. Он живет своей жизнью. Но когда он включается у нас в библиографическую запись, он становится уже членом большой семьи, но свои правила все равно для него продолжают действовать. И на чем строится, что является объектом, откуда берутся, прошу прощения, коллеги, отвлеклась немножко на чат, откуда нам брать информацию для составления заголовка, все это регламентируется в нашем ГОСТе. Но есть еще один документ, которым очень полезно пользоваться и иметь его под рукой. Российские правила каталогизации. Первая часть, он в двух частях, по-моему, если не ошибаюсь, и там еще отдельные есть по старопечатным изданиям. Но нас интересует сейчас только первая часть. Российские правила каталогизации. Часть первая, раздел четвертый. Вот он полностью, огромный раздел, посвящен вопросам оформления заголовков со всеми-всеми-всеми нюансами. И если сам ГОСТ, он небольшой по заголовкам, он очень маленький. В отличие от всех предыдущих, которые мы рассматривали, про ссылки и про описание. И там очень мало содержится полезной информации. Но когда мы на практике сталкиваемся с какими-то нюансами, вот российские правила каталогизации нам с вами в помощь. Поэтому, коллеги, я вам сейчас открываю. У кого еще нет, прям вот открыла, можно скачать из раздела файла. Прям вот это первая часть российских правил каталогизации. Забирайте, пользуйтесь. Это очень полезная вещь, где содержится много информации именно по заголовкам. Ну, не только по ним, но нас сейчас интересует заголовок. Что является объектом? Заголовок можно составить либо на совокупность документов, либо на сам целый документ, либо на его составную часть. Ну, мы помним, да, совокупность документов. Когда мы делаем описание многотомников, описание мы можем сделать на весь многотомник. И это там тоже может быть заголовок для всего многотомного издания, многочастного ресурса. Это может быть статья из сборника. Мы ее тоже описываем как под заголовком. И может сам целый документ являться. Вот это объекты библиографической записи под заголовком. И источники сведений для заголовка – это в первую очередь выходные сведения документа, на которые мы составляем библиографическую запись. А для уточнения или получения сведений, которых нам не хватает для того, чтобы сделать правильно заголовок, то можно пользоваться, во-первых, всей информацией по документу, всем документам, а во-вторых, и источниками вне документа. Это различные библиографические пособия, это справочные издания, каталоги, картотеки, базы данных и прочие-прочие источники информации, но заслуживающие доверия. То, что находится вне документа. Вот это, что касается объекта и источников. Здесь достаточно просто. Регламентируются эти положения пунктами в разделе 4, 4.1, 4.2, пункты в ГОСТе. Вот там это все прописано. Также есть и свои разделительные знаки. Они в ГОСТе называются разделительные знаки, а мы, когда говорили о библиографических описаниях, использовали термин, с вами помните, знаки предписанной пунктуации. Их гораздо меньше, опять же, проще и легче. В основном, насчет косой черты, не знаю, коллеги, может, библиографы и библиотекари мне профессиональные подскажут такой пример, где в заголовке используется знак «косая черта». При оформлении студенческих работ, курсовых, ВКР, мы, по крайней мере, со студентами с таким не сталкивались. А вот все остальные знаки, да, они используются, точка, запятая, точка, запятой, круглые скобки. И в основном вот эти вот три знака, они используются для идентифицирующих признаков. Вот там они применяются. В самом заголовке чаще всего мы обходимся одним знаком «точка». Совсем легко и радостно стало на душе. Да нет этих «точка», «тире», «пробелы». Но правила пробелов здесь остаются. Это библиографические знаки, поэтому правила пробелов, оно остается, они отделяются пробелами с двух сторон. Кроме точки, естественно, и запятой. А вот здесь, да, здесь вот точка запятой у нас пробелом отделяется. А, Татьяна, да, в сведениях об ответственности-то, это-то я помню, это в самом библиографическом описании, да, или в записи. А мы говорим сейчас про заголовок. Вот в заголовке, касая черта, да, вот где. Ну, тем не менее, она значится, значит, где-то редкие случаи есть, она применяется, возможно, вот как раз в российских правилах каталогизации, такие примеры можно будет найти. Но мы чаще всего имеем дело с простым заголовком, с простой схемой, хотя она тоже не настолько проста. Но по сравнению со схемой библиографического описания она выглядит очень замечательно. Две части. Основная часть и идентифицирующие признаки. В основную часть, она единообразно формулируется и при необходимости дополняется уточняющими сведениями. Вот эти уточняющие сведения, это вот наша голубенькая и часть идентифицирующих признаков, то, что приводится в скобочках. Ну, вот, например, мы написали, да, в основной части заголовка у нас идет, идет авторский заголовок, у нас идет имя автора, и здесь мы уточняем, да, годы жизни, например. Ну, точно установить невозможно, поэтому приводим примерно где-то во второй половине XI века. А про идентифицирующие признаки, уточняющие, мы еще посмотрим, там много разных вариантов может быть. А могли здесь и другие идентифицирующие признаки мы с вами привести, не обязательно даты. Каждый раз нужно выбирать и смотреть в зависимости, насколько нам это поможет идентифицировать именно автора, особенно если есть тезки, да, еще полные тезки, что надо привести вот сюда, чтобы сказать, что это вот именно этот человек, а не какой-то другой. Простой заголовок. Основная часть, кстати, может быть простой и сложной. Когда мы имеем дело с простым заголовком, здесь все просто. Ну, заголовок у нас может быть не только авторский, он может быть и по наименованию организации, и по обозначению документа, по географическим названиям. Ну, вот это простой заголовок, всего одна ассоциация, да, название. В конце заголовка обязательно ставится точка. И сложный заголовок – это когда у нас есть некое подразделение, да, вот эта основная часть, она состоит как цепочка из нескольких звеньев. Чаще всего мы с ней имеем дело, когда говорим о законодательных каких-то актах, и вот тогда у нас идет принцип здесь от общего к частному, да, сначала мы пишем Российская Федерация, потом мы пишем законы, а потом у нас уже пойдет основное заглавие нашего закона, и в сведениях, относящихся к заглавию, мы уточняем, что это федеральный закон такой-то, такой-то. Вот это будет являться заголовком. Он удобен, его удобно использовать, и в новом госте 2018 года, да, как раз рекомендуется законодательные акты описывать под заголовком. Но, опять же, рекомендуется в основном, в принципе, как бы право выбора за нами все равно остается, но на самом деле это удобно даже для тех же рецензентов, для научных руководителей, для аттестационной комиссии, да и для самого защищающегося, если говорить о выпускных работах и курсовых проектах, когда у меня идет вот так общий заголовок Российская Федерация, законы, законы, закон, а дальше уже то, что у меня под эти законы подпадает. Легко в общем массиве найти и посмотреть. Тем более у нас могут быть и приказы, и указы, да, может из трех звеньев состоять. Российская Федерация, президент указа, Российская Федерация, там, президент распоряжения. И под ними собирается, да, то есть это некая такая разбивочка. Заголовок помогает нам такую тематическую разбивку сделать, и сразу видно, сколько законов человек использовал, какие это законы. Да, если мы по разным странам, например, проводим сравнение разных законодательных актов, там, социальное обеспечение в России и за рубежом, да, то тогда вместо слова, естественно, Российской Федерации у нас будет стоять название другой страны, да, что-то другое, и дальше законы. И вот тоже, опять же, удобно будет посмотреть, какими законами мы пользовались. Вот оно, упорядочение и поиск. В качестве идентифицирующих признаков в заголовке у нас могут быть приведены не только даты, это может быть и титулы, саны, названия местности, специальности и многое-многое другое. И чуть попозже посмотрим, что может быть. А вот теперь, коллеги, важная вещь. Номера и даты, которые приводятся вот в этой синенькой части, поясняющей, они пишутся арабскими цифрами. То есть вот так, как у нас сейчас здесь написано. Там 18 век, да, 11 век, мы пишем вот так. Но если у нас в основной части попадаются цифры, они пишутся римскими буквами, цифрами, буквами. Там Филипп II красивый, вот два мы писали бы не вот так, не арабскими, а римскими цифрами, да, два. Вот такая вот особенность есть. Так уж заведено, так уж принято, просто это вот сразу себе на подкорочку записывайте. Итак, два документа, где искать ответы на вопросы по оформлению заголовка. Это ГОСТ 780-2000. Если там ответа мы не нашли, сразу в российские правила каталогизации там по всем видам заголовка приводятся огромные пояснения, огромные разделы просто. Весь четвертый раздел – это все, что касается заголовков. По видам заголовков мы уже с вами посмотрели, что они могут быть именные, авторские, да, содержащие имя лица, наименование организации, унифицированное заглавие, ну, какое-то общее слово о полку Игореве, да, обозначение документа и географические названия. Вот эти, выделенные жирным шрифтом, это чаще всего, что встречается в наших письменных работах, с чем не библиографы чаще всего сталкиваются. И чаще всего из этого всего богатства мы имеем дело с авторским заголовком, но будем называть его авторски, так немножко быстрее, да, произносить, чем заголовок, содержащий имя лица. Вот с этой первой частью. Именно на ней мы сейчас с вами и остановимся. Вот эта классификация, она дана по характеру сведений о документе или его составной части, на составной части это тоже распространяется. И вот такие вот виды, основные виды заголовков у нас встречаются. И самый популярный – это авторский заголовок. Какие здесь могут быть особенности, с чем мы можем столкнуться? Кстати, вот это те самые особенности, разные варианты, которые мы можем увидеть, с которыми мы можем встретиться, когда ищем в список источников, да, ну, самое первое, что мы делаем, а где это уже готовое написано, в какой-нибудь ИБС, в одной, в другой, в третьей, в чьей-то работе мы нашли эту книгу, перешли, поработали с этим источником, надеюсь, что сделали честно, а вот описание, а чего заново писать, там же уже было написано, а возьму-ка я оттуда. Вот когда вы берете что-то из чужих работ или из каталогов, сверяйтесь со своими правилами и требованиями, которые предъявляются именно к вашей работе. Потому что разночтения могут быть как в самом библиографическом описании, так и в заголовках по-разному. А у вас, например, идет, и оформление может быть по-разному, там под, законодательные акты идут под заглавием, а у вас в требованиях обязательно под заголовком, а вам этот заголовок надо будет составить. Или какие-то нюансы у вас приняты. То есть надо понять, уметь увидеть этот заголовок и привести его в соответствие. Они могут быть по-разному, кстати, написаны. И начнем с авторских заголовков. В списках в ГОСТе, в пункте 5.1 приводится еще объяснение, кто еще, кроме авторов, может быть приведен в качестве заголовка. Чьи данные могут быть использованы в качестве заголовка. Но в списках мы чаще всего имеем дело с некоторым количеством авторов. Хотя в ГОСТе разрешено, например, переводчиков, редакторов. Но это, опять же, в западных, гарвардский стиль, формат записи, автор, даты. Если нет автора, тогда на первое место ставится редактор, на первое место ставится переводчик. Но не библиографы, для списков работ. В этом случае мы обычно делаем как под заглавием, а в сведениях об ответственности мы указываем редактор, переводчиков и прочее. Поэтому мы в основном... Вот этот пункт для нас не очень важен, но надо иметь в виду, что может быть у вас в заголовке, например, вот о чем я вам начала говорить. Может быть, приведем, например, где-то переводчик, где-то редактор, а вам надо составить описание правильно по нашим ГОСТам. Поэтому это тоже имейте в виду. С такими случаями мы можем столкнуться. И здесь же в ГОСТе прописано вот то самое правило, которым мы пользовались, когда в двух ГОСТах по библиографической записи и описанием говорили, сколько кого указывать из авторов за косой чертой в сведениях об ответственности. Вот это правило, оно пришло из ГОСТа, относящегося к заголовку. Если у нас один, два, три автора, то в заголовке указываем первое, остальные в сведения об ответственности. Если у нас четыре и более авторов, то в заголовке основной записи у нас ничего не будет, у нас будет описание под заглавием, а авторов мы всех приводим за косой чертой. Но по-разному, если по ГОСТу 2003 еще живем, особенно для стран ближнего зарубежья и не относящихся к юрисдикции Российской Федерации образовательных организаций, то мы пользуемся ГОСТом 2003. У нас будет вот так. А если по новому ГОСТу уже живем, то у нас будет вот так. Это правило у нас уже было, мы его разбирали, но еще раз напоминаю, вот оно тесно связано с ГОСТом по заголовку. Про авторские заголовки. Ну, будем считать, что все хорошо, у нас есть автор. В начале заголовка приводится всегда фамилия, и, как правило, она отделяется от имени, имени или инициалов имени, отчества запятой. Вот это тоже прописано в ГОСТе про заголовок, в ГОСТе 2000, да, 7-80-2000. Вот это варианты. Как может быть приведено имя лица в заголовке? Это не значит, что мы в своем списке источников, вот как хотим, вот так и приведем, да, но ситуации могут быть разные, особенно если мы работаем с какими-то историческими документами, там, филологи, литераторы, историки с этим часто сталкиваются, когда есть, например, по гуманитарным дисциплинам, да, когда есть имя лица и, например, прозвище, вот как, а как тут фамилию, инициалы написать? Да, в этом случае будет уже действовать вот это исключение. Мы можем написать вот так, как у нас написано, например, вот здесь. Но не удалось нам установить истинное имя этого лица, а может быть его еще и не было. Филипп Второй Красивый, ну вот какая у него тут фамилия с инициалами? Ну вот как написать? А вот так и пишем. Филипп Второй Красивый. Но мы основываемся не просто так, вот нам захотелось, а на тех формах, которые приняты для заголовка. Но опять же, если есть во всех остальных случаях, мы будем придерживаться вот этого второго варианта, который чаще всего и используется для составления списков к нашим письменным работам. А в качестве имени лица может быть приведена просто одна фамилия с инициалами, с полным именем, полное имя, отчество, в разных источниках и в разных работах, откуда вы будете брать, например, описание, а все равно же будете брать. Обращайте внимание, может быть написано одно и то же, по-разному. Вот вам варианты. Но вам нужно все это привести к одному знаменателю, к одной форме. Это может быть еще и псевдоним, например. Это может быть личное имя и просьбище. А может быть личное имя с добавлением порядка вычислительного. И вот тот самый случай, в этом случае оно записывается римскими цифрами, буквами. Не арабскими. Будет у нас вот так. И это еще не все. Там есть еще целый ряд в российских правилах каталогизации. Посмотреть на это чаще всего, с чем нам приходится сталкиваться. А может быть и еще там целый ряд приведен примеров, как это может выглядеть. Поэтому российские правила прямо под рукой держите. Если что-то непонятное вам попалось в заголовке, которое вы берете для своей работы из описания, посмотрите, как там. Нет ли там такого варианта. И, значит, нам нужно постараться переделать его под нужный вариант. Ну, если он не подпадает под исключение. Имя и вот важный пункт. А вот что делать? А вот если у нас есть псевдоним, всегда ли нам нужно искать истинное, подлинное фамилию, имя устанавливать, проводить такую иногда исследовательскую работу? Есть замечательный пункт 5.4 в гости. Имя лица в заголовке приводят в той форме, в которой он получил наибольшую известность. Вот если мы знаем этого писателя, как Любеза Дамурова, вот именно так мы это в заголовке будем проводить, а не устраивать разыскания и исследования. Вот это важный пункт, который в методичках просто должен быть обязательно. В заголовке имя лица приводится в той форме, в которую он получил наибольшую известность. И заголовок, содержащий имя лица, может тоже быть разным. Они могут быть простые, составные и с частицами, предлогами или артиклями. Ну, простой – это то, с чем мы чаще всего и сталкиваемся. Там Иванов Иван Иванович, написали инициалы, поставили, все замечательно. Запятую поставили, методичка разрешила опустить запятую, и пишем без запятой. Кстати, в самом ГОСТе по заголовкам это тоже написано. Вот для приверженцев или противников запятой в заголовке. Вы еще тоже можете на этот пункт ссылаться, что «А можно писать и без запятой». Но, опять же, смотрим, для чего, какова цель этого заголовка. Если это письменная работа студентов, а особенно школьников, ну, окей, хорошо, можно разрешить и без запятой. Составные фамилии, соединенные в основном дефисом, тоже вроде бы все понятно, суховока были, никаких проблем. А вот фамилии иногда у нас встречаются с различными предлогами, артиклями, частицами. Как здесь сделать описание? Правильно ли у нас оно приведено? Антуан де Сент-Экзюпери. Вот как нам заголовок правильно написать? Правильно у нас здесь написано или неправильно? Ну, неправильно у нас имя на первом месте. Окей, значит, мы его переставим в конец после фамилии, да, и будет у нас де Сент-Экзюпери-Антуан. Или А сократим, да, до инициала. Правильно ли будет такой вариант, коллеги? А прямо поставьте плюсик, если правильно, минусик, если неправильно. Ага, кто-то сказал правильно, кто-то сказал правильно, видела плюсик. А как должно быть? С чего у нас должно начаться? С Д или с Сент? Или вообще просто Экзюпери-Сент-Д? Или Экзюпери-Д-Сент-Антуан? Сент, ага, Сента. Ага, Сент-Экзюпери-Антуан-Д. Ага, Ага. Эх, не поругаемся, эх, не получится у нас поругаться. Правильный вариант. Значит, смотрите, начинается Сент-Экзюпери-Антуан-Д. Либо мы можем вот это имя сократить до инициала. А, вот в части зарубежных авторов возможно и так, и так. И тот, и другой вариант не попадался. и в ГОСТе, и в российских правилах каталогизации. Где-то идет с именем, где-то идет с инициалом. То есть можно и так, и так, но имейте в виду, что если уж вы в одном месте сократили до инициала, в основном это касается зарубежных авторов, да, если вы в одном месте сократили до инициала, то, пожалуйста, тогда уже в других тоже ставим инициал и приставочку, да, вот эту вот частичку предложек ставим. Если уж вы начали писать имя, то тогда пишем имя. Ну вот с зарубежными авторами сразу посмотрите, что у вас, во-первых, в методичке написано, а автор методичка, обратите на это внимание, чтобы не было потом разновоя в списках, не было претензий к тем, кто эти списки составлял. Ну, в принципе, да, вот такой вариант возможен. И предлоги, артикли и частицы. Вот это вот тот момент, ну, большинство у нас правильно, сэнта оставили на месте, дэ поставили в конец, откуда это вообще взялось и почему именно вот так. Тоже прописано, вот сейчас мы пойдем уже по российским правилам каталогизации, потому что в ГОСТе это не так хорошо разобрано, а здесь разобрано все-таки более подробно. Нинель, где дэ, не знаю, дэ в конце, дэ в конце. Вот смотрите, где должно быть дэ. Предлоги. Если это простые предлоги, не слитые с артиклями, то они ставятся после фамилии с именами или инициалами. То есть идет сначала фамилия, потом имя или инициалы, и потом уже ставится этот предлог. Бальзак, Анаре, дэ, да? Анаре, дэ Бальзак. Бальзак, Анаре, дэ. Людвиг ван Бетховен. Бетховен, Людвиг ван. Артур Конан. Не, Конан Дойл, это фамилия? Артур Конан. Не, не, не. Зачем мы его так? Это же не предлог, это же не частица, да, Конан? Это скорее двойная фамилия. Или это может быть у нас либо псевдонимом, либо двойная фамилия, да, составная фамилия, тогда она пишется по общим правилам, а потом А в инициалы или имя пишем уже после фамилии. Значит, смотрите дальше. Исключения с нашими предлогами. Итальянские. Вот, кстати, по языкам. Они отличаются по языкам. Здесь тоже все оказывается легко и замечательно, но не все так просто. Итальянские предлоги. Ди, де, де с апострофом. Предлоги ван, де у бельгийских авторов. Они не уходят в конец, они ставятся в начале. Причем вот эти предлоги ван, де именно у бельгийских авторов. А также, если автор получил известность от фамилии с предшествующим предлогом, де Гильермо, ван дер Ви, вот тогда, де ла Круа, да, но это вообще отдельный случай, вот тогда предлоги ставятся перед фамилией. Они в конец не переносятся. Предлоги артикли, которые слились уже с фамилией исторически или соединены с ней, с дефисом, приводятся по форме, которая дана в самом документе. Вот де ла Круа. Здесь вообще два. Де, ла, Круа. Мы же не пишем Круа де ла. Это уже стало самой фамилией. Поэтому прежде чем с предлогами, если сталкиваетесь со сложным случаем, если после фамилии, ну, мы уже говорили, да, в основном, да, ставим Галину после фамилии, но можно и без запятой, но опять же, какое решение будет принято, по всему списку у вас одно правило должно действовать. Если у вас сталкиваетесь со сложным случаем предлогов и под это правило или под исключение он не попадает, и у вас возникает вопрос, посмотрите, как пишется вот с тем же де ла Круа, да, как вообще в различных источниках вне документа, как в самом документе, как вне документа пишется эта фамилия. Вот в данном случае она везде пишется слитно, хотя по правилам это де ла французские, да, два предлога, и потом уже Круа, да, то есть по факту фамилия должна была быть Круа. Мы приводим ее вот так, де ла Круа. Поэтому обращайте внимание, есть еще одна, один момент с большой или с маленькой буквы, вот с тем же Антуаном де Сент-Экзюпери, да, и в российских правилах каталогизации и в том же ГОСТе разные, разные варианты могут быть. То с маленькой частицей Д пишется, ну вроде после инициала стоит точка, а после точки надо с большой буквы писать. Есть правила, есть исключения по поводу этих предлогов, вот этих вот самых зарубежных, всякие Де Де Ниро, Шарль Де Кастер, вот есть те, где фамилия пишется с маленькой буквы, тогда мы ее оставляем, вот это вот прям как в российских правилах каталогизации, вот ровно так и было написано с маленькой буквы, тогда мы их оставляем с маленькой буквы, но есть исключения, где эти предлоги пишутся с большой буквы. Роберт Де Ниро, Де будет большая, Шарль Де Кастер тоже с большой, Де пишется с большой буквы, значит так мы ее и оставляем. Вот это все нужно перепроверять. Ну как перепроверять? Смотрите, как это пишется в словарях, в энциклопедиях, просто открыть, посмотреть, если мы с таким столкнулись, и объяснений нет в самих правилах каталогизации российской. Там много примеров разобрано, кстати, обратите внимание, и вот в соответствии от того, какой язык итальянский, испанский, французский, бельгийский авторы, по-разному будут писаться эти предлоги. А вот Сент-Экзюпери мы с вами оставили на месте и сделали правильно. Вот предлоги, различные добавочки к фамилиям авторским, которые всегда стоят перед фамилией. О Генри, Фицрой, Фицжеральд, наш Сент-Экзюпери. Вот это то, что всегда артикли, предлоги, частицы, вот эти частицы всегда пишутся перед фамилией, независимо от того, как они соединены с ней. Через дефис слитно и пишутся отдельно. Все равно они остаются в начале. Вот такая история. Вроде бы все просто и замечательно, но на самом деле не настолько уж и легко и просто, если не знать. Ну, а подсказка у вас теперь есть. Российские правила каталогизации. Там прям открывайте и смотрите. Все приводится очень здорово, очень много примеров. Но только вот самые основные вынесли сюда. Такая шпаргалка, подсказка. А все остальное можно уже посмотреть там, если что-то конкретное. Галина Петренко. Вот, кстати, Абу Хамид Аль-Газали, как правильно указывать. По, опять же, в четвертом разделе правила российской каталогизации мы сейчас вот это затрагивать не будем. Мы только европейских затронули, иначе мы просто не успеем. Аглы, как там Аль, Абу, Кызы и прочее, прочее. Все, что касается вот авторов Тувы, Казахстана, Средней Азии, других регионов России, там прям отдельными абзацами, отдельными пунктами приведены правила, как правильно указывать в заголовке вот такие сложные случаи авторов Аль, Ван, да. Вот, кстати, по поводу различных Аглы, Кызы, посмотрите, там есть, прям, если столкнетесь с этим случаем, прям открывайте четвертый раздел правил каталогизации, и смотрите, они прям разобраны на примерах. Находите похожий пример и читайте, что написано в этом пункте. Фра Анжела, как имя художника, надо посмотреть, да, вот с Фра, наверное, тоже так же, как и с Сентами. Вот я вам не даром этот вот файл прямо закинула в файлы, да, в раздел, забирайте оттуда, пользуйтесь. Можно найти самостоятельно, ну, и забрать, чтобы он у вас был под рукой. Смотрите еще, какая вещь по поводу Канан-Дойла, да. Пункт 5.4. Указываем в заголовке в том форме, в которой он наиболее популярен, добился наибольшей популярности. То есть он нам известен не как Дойл, он нам известен как Артур Канан-Дойл, да. То есть мы его будем в заголовке указывать именно как Канан-Дойла. Если я вам скажу Зубила, вам это ни о чем не скажет, да. А если я скажу Олеша, это о чем-то будет говорить. Вот мы, кстати, сейчас с вами так и подошли к теме псевдонимов. А что делать с псевдонимами и насколько и вообще хорошо ли мы их знаем. На самом деле в литературе мы постоянно сталкиваемся с псевдонимами. И вот прежде чем пойдем дальше, такой небольшой маленький кусочек буквально на минутку для так немножко разнообразиться. Вот кого из этих писателей вы знаете. Прям номера можно писать в чат. Прям напишите вот кого там, знаю, 1, 6, 8. Читали ли вы их, знаете ли вы их. Вот прям пишите, пишите прям номер. Увидели знакомые? Пишите, пишите в этот самый. Ага. Ага. Так, 24. Ага. 24 это у нас детская библиотека, да? Ага, о, Наталья Митина, отлично. Ой. Нина Архипова, ой, это общий список, да? Наверное. Ага, ага. А вот теперь давайте проверим. Вот это реальные, реальные, настоящие, настоящие имена, фамилии. Так, а седьмого-то у нас кто-нибудь? Седьмого у нас кто-нибудь? Кто-нибудь? А, седьмого у нас никто. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас я вам покажу, вы узнаете. Ага. И вот седьмого у нас прям вот, да, пропустили. А вот их псевдонимы. Да, вот ровно в соответствии с предыдущим. Да, десятого тоже не все у нас, это Басё. Ахматову сразу все узнали. А вот седьмой, которого так не все узнали, да, это вот, это у нас страшное-страшное длинное имя. Это вот подлинное имя-фамилия Ильи Ильфа. Евгений Петров, Стендаль, да, Кир Булычев. Первый это у Генри, Льюис Кэрол. А вот это чей псевдоним, кстати, кто знает? Теперь все, кроме десятого, да. Ну вот теперь всех знаем, всех десяти, десятерых. А вот этот псевдоним Маун Сен-Джи, кто под ним писал? Подсказываю, он есть в этом списке из этих десяти авторов. Тишина в эфире? Кто-нибудь догадался, чей это псевдоним? Хармс Вольтер. Гугл в помощь, да, Мария? Совершенно верно. Сейчас побежали гуглить наверняка в соседнюю вкладочку. Да нет, басё, басё, басё и кисё. Нет, это не Маун Сен-Джи. Можейка. Вот у Игоря Селудовича Можейка, у него было два псевдонима. Кир Булычев и Маун Сен-Джи. Вот смотрите, какая штука под Кир... Как Кир Булычев, мы его знаем все. А вот как Маун Сен-Джи нет. Почему? Ну, не пошёл этот псевдоним. Пошёл Кир Булычев. Вот эта история, с которой мы постоянно сталкиваемся, когда работаем с заголовками. Один из вариантов, которые мы приводим в заголовки. Ну, как вы догадались, мы сейчас как раз о псевдонимах поговорим. Псевдонимы, в том числе и коллективные, в заголовки приводят по общим правилам, которые приняты для подлинных имён. Точно так же имя, фамилия, фамилия, имя. Делаем перенос. С инициалами, если есть. То есть ровно так же мы указываем, если человек известен под этим псевдонимом. Вот он известен как Канандой, мы его будем приводить как Канандой. Он известен как Кир Булычёв, мы будем писать его как Кира Булычёва, как Стендаля. Да, как Стендаля. А вот псевдоним, который не пошёл, ну, естественно, мы его указывать не будем. Но именно тот, под которым мы этого человека знаем. Можно указывать место имени его псевдонима. Они приводятся по общим правилам. Они могут быть индивидуальные и коллективные. Ну, вот индивидуальные. Вот они и коллективные. Например, Казьма Протков. Это целый коллектив стоит за этим псевдонимом. Кукер Никсы. Да, целый коллектив. Если произведение принадлежит авторам, то мы их так и указываем в заголовке, мы их можем указать. Псевдонимы могут быть вымышленная фамилия. Вымышленная фамилия и подлинное имя, как у Анны Ахматовой. Это может быть вымышленная фамилия и личное имя. Здесь может быть двойная, например, фамилия. Одна часть подлинная, одна вымышленная, как у Лебедева-Кумача, например. Может быть имя нарицательное, вот как Юрий Олеш, у него был псевдоним Зубин. Это может быть криптоним вообще. Например, Антон Павлович Чех периодически использовал криптоним и подписывал свои произведения АП, а Александр Герцен просто одной буквой А. А Тургенев, когда только-только начинал свою литературную деятельность, подписывался как Эл. Лутовинов от подевичьей фамилии своей матери. Чаще всего такие криптонимы используются вместо имени автора в начале литературной деятельности, либо когда пишется не связанное с его основной деятельностью произведение по какой-то другой теме, и когда автор либо что-то такое спорное, либо на грани произведения, и то, что может уже либо пойти, либо не пойти, есть большие сомнения, либо это может нанести какой-то ущерб, репутационный риск носит, для уже сформировавшегося имиджа писателя или научного деятеля в какой-либо сфере. У человека есть у него такие опасения, что это может ему как-то помешать, повредить, создать неблагоприятно, сказаться на его имидже очень серьезного человека. Вот тогда чаще всего используются криптонимы. Потом они чаще всего заменяются на псевдонимы или становятся сами уже как псевдонимы, и их тоже можно использовать. Это тоже можно записывать сюда. И в качестве фамилии в заголовке для лиц, которые не имеют фамилии или получившие известность под личным именем, под прозвищем или под сочетанием этих разных параметров, вот как Леонардо да Винчи или Гомер, вот как есть, так мы и записываем. Мы помним волшебный пункт 5.4, как человек получил известность под каким именем, вот так мы его записываем. Но вот имейте в виду, что в большинстве случаев мы имеем дело не с подлинными фамилиями и именами, а именно с псевдонимами. Если есть и псевдоним, и подлинные фамилии, и имя, отчество, под которыми автор писал, ну вот как наш Кир Булычев и Игорь Можейко, или Борис Акунин, Чехартишвили, да, Георгий Шалович. Вот есть псевдонимы, есть подлинные имена. Какое указывать в заголовке? Вот в российских правилах каталогизации тоже очень хорошая вещь написана. Раздел 4, глава 26 российских правил. В этом случае мы используем пункт, который там прописан. Если лицо опубликовало свои произведения одного вида под подлинным именем, вот как у Можейко, например, «Западный ветер, ясная погода» это исторический, по-моему, даже документальная книга по истории Второй мировой войны, связанной с Японией. Вот это он публикует под своим реальным именем, потому что, как Можейко Игорь Всеволодович, он известен как историк и как популяризатор науки для детей, для подростков. А произведения совершенно другого жанра, художественная фантастика, циклы про Алису, он уже подписывает, как Кер Булычев. И мы книги исторического характера будем в изголовке указывать так, как указана Можейко, а вот для художественного литератора мы его будем указывать уже как Кер Булычев, потому что здесь он известен именно как Кер Булычев, а не как Можейко. То же самое с Акуниным. Детективы – это Борис Акунин, а вот японистика, все, что связано с Японией, там трехтомник достаточно серьезный по японскому театру, по японской культуре вышел в Чехартишвили, он подписан своим реальным именем. То есть здесь мы будем указывать уже не псевдоним, а его реальное имя. Поэтому имейте в виду, что с таким мы тоже можем сталкиваться. для конкретного документа мы указываем ту форму имени, которую автор выбрал для публикации этого произведения. А вот нужно ли указывать, что нужно ли это указывать в библиографической записи, например, что это реальное имя. Ну, у нас для этого есть, во-первых, сведения об ответственности, во-вторых, у нас есть такая область, как примечание. Если мы сейчас посчитаем нужным это указать, там это можно будет сделать. Но в заголовке мы именно таким способом действуем. Есть еще такой тип, как составные и ложно-составные фамилии. Составные, состоящие из двух и более фамилий, которые соединяются между собой либо частицы, либо дефес, а могут и вообще без них. Но это всегда одно лицо. Составное. Если одно лицо и две фамилии, у одного лица – это составная фамилия. А есть еще ложно-составные фамилии, где дефесом вот так соединяются два лица, два автора. Это фамилии двух лиц. Буало Нарси Жак. Это не один автор составной фамилии, это два разных автора. Пьер Буало и Томас Нарси Жак. Это разные авторы. А может быть и одна фамилия, которая объединяет разных авторов. Братья Гримм, братья Вайнеры, Александр и Ольга Лавровы и так далее. Вот в этом случае, как включать их в заголовок в нашем списке. То есть обязательно всегда проверяйте, это один автор или нет. Но в выходных данных это обычно пишется. В этом случае действует правило, что в заголовок при наличии в документе вот таких случаев фамилии, которые объединяют двух-трех авторов, ложно-составная или вот такая общая, братья, сестры и прочее, в заголовок приводится фамилия одного лица, как правило, первого, или согласно алфавиту, но чаще всего так и получается по алфавиту, со всеми инициалами, все как положено. Вот Буало, Пьер, а уже в сведениях об ответственности мы пишем, что здесь два автора. То же самое, братья Вайнеры у нас будет на обложке, мы пишем Вайнер АА, и в сведениях об ответственности мы пишем инициалы обоих братьях. Немирович и Данченко, это одно лицо, составная фамилия, мы его указываем как положено. Обе части мы приводим. Но, смотрите, у нас был Голенищев, Кутузов, Михаила Илларионовича мы как знаем, просто как Кутузова. Поэтому мы приводим, вот в этом случае, если человек известен под, Немирович Данченко, он под двумя составляющими своей фамилии известен, поэтому их приводим. Но если человек известен по одной из частей своей фамилии, то тогда мы приводим в заголовок именно эту часть. Мы можем сократить и написать Кутузов М.И., а не Голенищев Кутузов. Вот это тоже имейте в виду, с псевдонимами и фамилиями такое есть. Фамилия, инициал. И так, и так, и так, Юля. Вообще он у Ильи. Да, о Генри. И так, и так, и так. Разные варианты могут быть. Надо в заголовок мы включаем. Да, кстати, коллеги, если разные варианты написания, а не могут быть разные варианты написания, особенно зарубежных авторов. О Генри через точку, через апостроф, через вообще, просто пишется, да, по-разному разные варианты встречаются, да, то тогда, да, тогда пишем тот вариант, который наиболее известен. И дополнительные идентифицирующие признаки. Вот то, что в круглых скобочках записывается как вторая часть, вторая часть к основной части, да, там, отец, сын Александр Дюма, отец Александр Дюма, сын и так далее. Вот что может у нас встречаться. Это не полный перечень, но чаще всего именно вот такие идентифицирующие признаки используются. Ну, вот примеры, как это может, как это может у нас выглядеть. Чаще всего они применяются, да, и в заголовке может использоваться несколько идентифицирующих признаков, вот, например, для лиц духовного звания, светское имя, да, здесь у нас чего не хватает, здесь у нас пробел не хватает. И разделяются и годы жизни. Сведения, так же, как и в библиографическом описании, отделяются точкой запятой и пробелом отделяем. Или Борис Годунов, царь, просто царь. Годы жизни, да, около, если точно не знаем, тогда пишется там вторая половина, около такого-то, такого-то. Если человек еще жив, и мы знаем только дату рождения, мы ставим дату рождения, и открытое тире, и открытое как бы у нас остается. Либо наоборот, мы знаем год, когда человек умер, а здесь мы не знаем дату, тогда мы его ставим. Да, между датами не ставим, ставим, только отделяем пробелами только точку запятой. И для лиц духовного звания, для царственных особ в российских правилах каталогизации, посмотрите, тоже отдельные, прям отдельные у нас, отдельные разделы выделены. Прямо отдельно по императорам, как правильно писать, и по античным, по древнеримским, по русским, посмотрите достаточно подробно. Это вот самое основное, то, что для нас нужно, для того, чтобы в своих работах хотя бы указать. То же самое по лицам духовного звания. И, коллеги, еще один файл, я вам открываю для скачивания. Лиц, два файлика, которые мы из правил российской каталогизации и по источникам, которые нашли в интернете, вот со студентами, тоже старались сформировать. Я вам их открыла из вкладки файлов и тоже забирайте. Просто на них мы сейчас останавливаться не будем, но там, это вот самый частый случай, где мы сталкиваемся с особенностями в заголовках и необходимостью использовать идентифицирующие признаки. И вот все сокращения, как оно используется, как сокращаются, как сокращаются именно для лиц духовного звания все эти епископы, архиепископы и все прочее. Вот я вам прям два отдельных файлика приложила, там сокращение, есть один файлик, а второй по правилам описания. Мы прям выбирали из всех ГОСТов и правила российской каталогизации, плюс еще попался нам файлик, вот не помню автора, если вспомните, коллеги, и скажете, буду очень благодарна, из православной, по-моему, образовательного учреждения вот тоже делали такой же пример на файлик, мы его тоже смотрели, использовали, потом уже свое начали на основе этого делать. Не могу найти в интернете, к сожалению, студенты мне фамилию не принесли, вот не смогли мы найти, но если найдете, коллеги, буду очень признательны, потому что большая работа была проделана. Что еще может быть идентифицирующими признаками? Да, идентифицирующие признаки можно сокращать по ГОСТу, потому что это заголовок, это заголовок, у него свой ГОСТ, по тому ГОСТу можно. В основном заголовье мы не сокращаем, в заголовке мы не сокращаем, там Иванов или прозвище, или псевдонимы, а вот то, что касается идентифицирующих признаков, по этому поводу запрета нет, можно сокращать. Что еще может относиться к идентифицирующим признакам? Сведения о сфере деятельности, об области деятельности, о специальности, ученая степень, ученое звание, почетное звание, воинские звания, должности и прочее, любые принадлежности какой-либо политической, например, организации, почетные титулы перед фамилиями, вот это все приводится в заголовке в качестве идентифицирующих признаков, если каких-то других, если других сведений об авторе не найдено, об этом лице. Например, как мы здесь привели, у нас может быть два глазуновых, совершенно совпадают фамилии и инициалы, но один из них старший, другой младший, или один отец и сын, либо два кандидата наук, но один филологических, а другой химических, а полностью совпадают их инициалы. Тогда имеет смысл написать, тем более собирая материал, мы периодически сталкиваемся, видим, что здесь много, например, идет однофамильец, в тот же ринц откройте, посмотрите, да полные совпадения идут, но один специалист по IT-технологиям, а другой специалист в области дошкольного воспитания. Вот тогда вот сюда лучше дописать, если вы их работы будете использовать в своем труде, в статьях, в книгах, в дипломных или магистрских ВКР. Как пояснение, ничего другого мы не нашли про этих акторов, тогда их лучше сюда добавить, чтобы было понятно. И, наконец, у нас самый простой на данный момент вопрос, это описание с авторскими заголовками, немножко разобрались. Описание законодательных актов под заголовком, то, что от нас требует наш год. Вот таким образом, пункт 6.9, это то, что нам нужно, то, что регулирует этот вопрос в ГОСТе 7.80.2000, каким образом, и плюс российские правила каталогизации, там тоже целый раздел в 4 главе посвящен всем видам, как я уже говорила, заголовков, но нам именно как не библиографам, не для каталогов, не для картотек, нам достаточно тех простых правил, которые есть. Большая просьба к библиотекарям, к библиографам, к научным руководителям, к авторам, разработчикам и тем, кто составляет методические рекомендации, пожалуйста, не давайте просто отсылку, смотри в ГОСТе, смотри в правилах, российских правилах каталогизации. Ваши студенты умрут. Информации много, она серьезная. Но из всего, что касается вот этого вопроса, как оформлять закон под заголовком, сделайте просто вот такую же выборку, шпаргалку. Как правильно написать? Ну просто вместо Российской Федерации, если вы, например, по другим странам их законодательство рассматриваете, можно будет использовать название этих стран. Ну это понятно. Ну вот образцы просто приведите, потому что большинство из того, что там расписано, оно нужно для специалистов, но не для нас. А нам нужны пункты 6.8 и 6.9. Заголовок, содержащий наименование органов государственной власти, он всегда будет иметь сложную структуру. То, о чем мы с вами говорили. На первом месте у нас идет обозначение страны, или административно-территориального образования, если не Российская Федерация, а, например, какое-то территориальное образование местное. Тогда местным законом пользуемся, тогда у нас место это будет здесь. Затем у нас идет наименование органов власти, вторая часть, вот она структура этого заголовка. Ну а дальше, если есть подразделения, то пойдут уже подразделения. Сложный заголовок, состоящий, и вот все заголовки, которые касаются законодательных актов, они всегда будут сложными. Сложный заголовок, состоящий из названия страны и обозначения вида материала в унифицированной форме. Вот Федерация, законы, военные уставы, наставления, международные договоры, законодательные материалы. Вот они как раз для этого и используются. Все три типа международные договоры, военные документы, разные уставы, наставления и закона. Вот в таком виде они все записываются. И еще вариант, как у нас может выглядеть вот это разделение, что касается юридической части. Документы Верховного суда, Арбитражного, Высшего Арбитражного, Генеральной прокуратуры, здесь мы еще точку ставим, Конституционного суда, договора. А почему у нас написано договора? Кто написал у нас договора? Вот, исправим договоры и поставим заодно точку. Вот, спасибо, Наталья. Заодно и поправили. И дальше у нас будут идти, например, распоряжения Верховного суда или решения Верховного суда или какие-то еще названия, виды договоров, законов и прочих документов. Вот сюда мы можем уже дописывать, у нас может из двух звеньев состоять, а может из трех звеньев состоять. Ну вот с федеральными законами и в принципе здесь вот этого нам достаточно для того, чтобы, если у нас есть требование сделать описание законодательных актов под заголовком, мы не падали в обморок. Пишем вот это, а дальше пошло основное заглавие. На примерах мы это с вами уже разбирали не один раз на наших вебинарах. Вот смотрите, мы можем сделать, и часто это делалось, и раньше это часто делалось, описание под общим заглавием законодательного акта. Вот федеральный закон, сначала идет название, потом мы писали федеральный закон, принят, все как положено, вот написали под заглавием. А теперь мы говорят, нет, а у нас надо под заголовком требование, сделайте под заголовком, и мы падаем в обморок. На самом деле страшного-то ничего нет. Нам надо вот к этому описанию просто добавить Российская Федерация Закона. Что добавить? Ну вот сделайте такую, кто юридическими специальностями занимается, вот это для вас часть. Сделайте вот такую заготовочку, шпаргалку для студентов. Просто покажите, что это не страшно. Это мы просто добавляем вот сюда, перед каждым федеральным законом. Тогда они легко собираются. Они у нас по списочку нашему в алфавитном порядке выстроятся, внутри раздела выстроятся у нас в алфавите внутри. И легко очень будет посмотреть по списку, где у нас чего. А, может быть, да, при переносе могло быть. Спасибо, Наталья. Прям вот, Наталья, будете у нас штатным корректором по презентации. Да, спасибо, Наталья. Может быть, может быть, да. При переносе иногда, кстати, лишние пробелы, вот то, с чем я сейчас сталкиваюсь в презентациях, например, коллеги, иногда при переносе копипастом добавляются, возникают лишние пробелы. Вот уже не один раз замечаю, не должно быть, но он, либо другой шрифт, и из-за шрифта возникает вот это вот ощущение пробела. Такое вот, да, бывает. Поэтому спасибо, что пишете. Будем обращать внимание. И по заголовок при обозначении документа. То же самое, не страшно. Название выносится в самое начало вместо заголовка. В заголовке библиографической записи на нормативные документы. Вперед выносится индекс документа. Вот это ГОСТ, ТУ, ИСУ, ОСТ и прочее. Затем пишется цифровое и буквенное обозначение документа. Вот оно, R70, вот номер нашего ГОСТа. СИБИТ. Система информационной информации, к какой системе это относится. И год утверждения. Вот он, он сюда входит. Вот эту вот аббревиатуру мы все сюда записываем. И дальше пошло основное заглавие. И дальше все, как обычно, мы делаем по библиографическому описанию. Вот он, наш заголовок. Не такой уж он и страшный. Но указанные в заголовке сведения мы второй раз уже можем не повторять в нашем описании. Если это мы делаем описание на объект стандартизации, который относится к экспортной продукции, там еще могут в заголовок добавляться вот здесь, например, какой-нибудь ТП, СТП, номер, и потом ставятся буковки Е или Э. Это указывает на то, что это экспортный объект. Вот ровно так же мы списываем. Лучше открыть сайт того же консорциума кодекса, посмотреть, как правильно пишется на титульном листе вот эти все аббревиатуры страшные этого документа. Есть там эти буковки или нет. Если они есть, мы их тоже сюда дописываем. Ну вот, коллеги, вроде бы и не страшная у нас, не страшная у нас с вами и история получилась. С авторскими заголовками разобрались. С частными случаями, смотрите, по российским правилам каталогизации, там разобраны просто чуть ли не, буквально не по странам и регионам России. С законодательными и обозначениями документов, с этими видами заголовков, вот для студентов вот этого достаточно. Все остальное это уже более сложные случаи. Это уже скорее для специалистов, а не для библиографов. И, коллеги, последнее. То, что у нас было на прошлом вебинаре, когда мы говорили о ссылках на зарубежные источники и описания зарубежных источников на разных языках, а возможно ли, да, про язык описания, язык заголовка. Вот тоже напоминаю, у нас на прошлом вебинаре мы это более подробно рассматривали, но такая ситуация у нас тоже может быть, и она тоже имеет право на существование. И в ГОСТе 2008 она как раз, кстати, тоже прописана. Если сталкиваетесь с такой ситуацией, посмотрите, на прошлом вебинаре мы об этом говорили и разбирали. Если сведения об авторе приведены на, ну, у нас было на польском языке, только на этом языке, нужно ли это переводить? Мы можем привести их в заголовки на том языке, на котором они указаны. Правда, вот с этими знаками замучаетесь, но сделать можно. Текст статьи на русском и сведения об идентифицирующем ресурсе у нас была статья из журнала научного, они были приведены на литовском. Возможен ли такой вариант? ГОСТ говорит, что да. Смотрите на запись прошлого вебинара, мы этот пример с вами тоже разбирали. Это не значит, что вообще можно, а бы как приводить, но для обоснования мы можем, если мы такой пример приводим у себя, главное его суметь обосновать. Ну, собственно, для заголовков это тоже относится. Почему именно так мы написали, а не иначе? Смотрите в ГОСТе, смотрите в российских правилах каталогизации с тем, чтобы при возникновении вопросов мы могли это обосновать. Ну и заодно, когда сам делаешь, уже начинаешь понимать, что надо, наверное, немножко по-другому. И вебинары, коллеги, по библиографическим описаниям и ссылкам, еще раз напоминаю, то, что у нас прошло в октябре-ноябре, вот по датам они здесь есть. И еще я одну вещь для вас сделала, обещала нескольким участникам. Сейчас вам эту ссылочку дам, пару полезных ссылок. Наверное, здесь, да. Вот, во-первых, ссылки на ГОСТ по заголовкам. Можно его найти здесь, оттуда можно уже скачать. Это вот как раз тот самый кодекс, где все хорошо выложено. И, коллеги, я сделала вот такую вот вещь по нашему сезону текущего года. Все вот эти, и плюс еще в сентябре у нас было по ГОСТ, там два вебинара, и плюс еще вот этот выложу. Вот такую небольшую видеотеку, там плейлист именно вот этих библиографических вебинаров, потому что иногда спрашивают, а как найти, а где найти. Вот я сделала вам такую страничку, можно будет там найти и посмотреть все записи. Ну и в нашу группу библиографии для небиблиографов я туда тоже эту ссылку выложу на вот эту видеотеку. Елена Возняга, ГОСТ 2003, библиографическое описание, это разве не новый ГОСТ? А в зависимости от того, где вы находитесь, если на территории Российской Федерации, то для учреждений образовательных и библиографирующих Российской Федерации у нас уже ГОСТ библиографической записи, библиографическое описание 2018. принят уже, по-моему, пару лет назад, когда введен в действие, и в январе 2021, по-моему, года он у нас вообще полностью прекратил, вот 2003 свое действие на территории Российской Федерации. Если вы выходите из других государств, Казахстан, Белоруссия, ближние и дальние зарубежья, то да, для вас продолжает действовать ГОСТ 2003. Поэтому, да, вот у нас есть такой уже новый ГОСТ, по которому уже, дай бог, пару лет живем. Захожу с телефона компьютера, так как я на работе приходите, я их обслуживаю, одновременно слушаю, тогда на телефоне Алла поняла. Заходите в группу, все нужные ссылки, материалы можно будет забрать оттуда. Ну и коллеги напоминаю, что в январе у нас курс библиография для небиблиографов 18 января запускается, и там у нас будет двойное количество вебинаров. Теоретически то, что в октябре-ноябре мы прослушали, это у нас остается в записи. Все остальные вебинары в ходе курса это будут уже скорее практическая работа. Ну плюс еще какая-то дополнительная информация. Поэтому кому нужно на практике освоить, приходите, там еще больше материалов, еще больше примеров в презентации и всего прочего будет. Ну и напоминаю, что для тех, кто ходил на наши вебинары октября-ноября, приобретал сертификаты, записывайтесь и собираетесь записываться на курс. Записывайтесь на курс смело, не бойтесь, я увижу вас в списке участников, и я уже проверю по сертификатам. Вот ту дополнительную скидку, плюс ко всем остальным, естественно, она будет учтена. Ну и для тех, кто, может быть, часть вебинаров посетил, часть не посетил, но хотел бы прийти на курс, дополнительную скидку можно получить, если вот за предыдущие вебинары с сентября по январь 8 вебинаров приобрели сертификаты, то 1592 рубля скидка, плюс ко всем скидкам, которые там будут, она вам будет гарантирована. Только не забудьте записаться, оставляйте заявку, и я уже посмотрю, уже менеджерам скажу, какую сумму с вас вычесть, чтобы они не забыли эту скидку вам посчитать. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день, поэтому на этом мы нашу встречу с вами завершаем. Всем удачных заголовков, не забывайте про формы авторов, под которыми они получили наибольшую известность, не надо заменять их иногда реальными их фамилиями, оставьте им их псевдонимы, но оформить их просто по правилам. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами завершаем. Записывайтесь на курс, приходите в группу, забирайте материалы, ну и пишите на почту, если будут какие-то вопросы. Всем счастливо, всем удачи и... Продолжение следует... Продолжение следует...